с добрым утром в общем здравствуйте я хочу сказать что мне тут на медни прилетела эстафета положа руку на сердце я не очень люблю все эти эстафеты и участвовала только в одной из них которая скажем так отвечала моим требованиям какая важна там в общем-то было о том почему я пришла в youtube ну не есть плейлист захотите посмотрите не захватите не надо так вот эстафета прилетела мне от канала shiny life прелестная девушка анна самое наилучшее впечатление от посещения ее канала мне очень нравится стиль манера ее подачи что она показывает как она показывает в общем ссылочку я сделаю и в общем это эстафета скажем так она как зерно упала в плодородную землю и я решила рассказать об этом эстафета называется чай кофе моей жизни но насколько я поняла там в общем-то не было каких-то конкретных скажем так вопросов которые нужно вот обязательно ответить там что-то было когда я начала пить кофе или когда я начала пить чай вот что что то такое потому что как бы я не нашла конкретного скажем так вопроса на которую можно ответить но мне она настолько понравилась потому что я очень люблю кофе и очень люблю чай я так думаю что сейчас меня понесет я знаю что больше 20 минут моя мобилка не пишет поэтому наверное это будет в нескольких частях вот и сейчас я расскажу о кофе в моей жизни кофе в моей жизни присутствует всегда вернее я бы сказала присутствовала всегда у меня мама кофеманка кофеманка со стажем и без кофе она жить не может это для нее как вот ну это как воздух это как вода как все что хочешь и как бы я всегда чувствовала запах кофе в нашем доме и любовь кофе у меня скажем так своеобразная мама любит пить растворимый кофе хороший с долькой лимона и ложечкой сахара это очень вкусно если вы никогда не пробовали попробуйте обязательно это очень вкусно и к тому же это очень полезно и поэтому как бы она всегда пила этот кофе но я когда хотела когда не хотела в общем то это дело такое но чисто мой такой как бы кофе кофейную эйфорию я когда-то подхватила в бресте у нас я работала в телекоме и обычно на работу я шла пешком так фоксик вышел не знаю слышно или нет но мяу я всегда хотела на работу ну приблизительно одной той же дорогой и ходила по советская улице раньше скажем так советское или постсоветское время в общем кофе сами понимаете была дефицитная дефицитная кто пил кто не пил вот и уже в постсоветский период когда я начала ходить это было 90 в девяносто первом году мы то есть я переехала в девяносто первом году в брест и в девяносто первом году я начала значит ходить на работу в телеком и каждый день когда я шла с работы или на работу по советской там них был там был такая маленькая крохотная забегаловочка и в этой забегаловке ну она буквально там три на четыре метра там небольшой такой этот самый прилавок был и позади этого прилавка вот кстати не помню кто это был мужчина женщина или они менялись я я не помню но меня настолько всегда это ну это волшебство и вот я когда шла по этой советской улице и вот когда проходить начинала доходить то именно до этого места и вот это вот это вот аура вот этот запах вот это пьянящий аромат этого кофе он просто вот как бы всасывал тебя туда но местечко было блатное скажу сразу и туда просто зайти выпить кофе там всегда была шумная толпа все они рядом кстати там скупка золота было сейчас уже официально скупка золота вот это общем все свои тусовались и поэтому зайти в этот кофейный рай я просто очень редко получалось потому что всегда толпа а ты бежишь либо на работу либо с работы либо еще что-то такое но вот этот аромат это просто божественный аромат был под идешь на советский его чувствуешь вот этот вот этот запах он просто как аура вокруг да около но иногда я у меня пахать получалось заходить туда и я когда видела как они вот этой маленькой турочки а вот как они вот это просто какое-то магическое какое-то священно действие для меня вот я не знаю почему вот и вот они делали кофе на песке вот такая специальная жаровня там был песок и в этот песок они вставляли турочке кому большой коммуник в общем кто что заказывал вот именно сама эта магия когда вот берется немножко кофе берется немного в общем когда берется это вот и вот это вот все это смешивается ставится на этот песок и вот это кофе начинает жить она сначала тихая спокойно и потом начинает подниматься подниматься поднимать она растет она начинает дышать и ты видишь как вот это вот это вот это все поднимается поднимается но это магия это просто магия потом когда вот вот еще чуть-чуть чуть-чуть вот она вот 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 буквально вот пошло вот таким как бы краешком над этим самым и его снимаю и наливают в чашку и этот аромат божественный просто божественный аромат в общем так я попала в сети все кто кофеманов поэтому кофе я очень люблю я обожаю кофе мне кажется что ну как на мой вкус мой субъективное мое субъективное мнение что самое идеальное кофе это эспрессо почему-то многие называют экспрессо но это эспрессо это эспрессо двойной по не по объему а по крепость и стакан холодной воды рядом можно можно туда добавить еще чуть-чуть сахара и вкус будет идеальным вот поэтому именно эспрессо двойной по крепости и стакан холодной воды не обязательно ледяной можно просто холодно они кажется идеально дополняют друг друга но это чисто мое мнение многие говорят что вот я люблю капучино я люблю это капучино это просто вот это детский сад это какие-то ну это это несерьезно ну товарищи ну что это за бомбельки какие-то пузырики если кто не понял вот это вот это вот это вот это не серьезно ну ребят а латы вообще молчу это младшая группа детского сада ну что там масса молока и вот это молоко можете закидать мне тапкой это молоко это так запахом это вот здесь вот это самое в норвегии продается иногда продается молоко с запахом кофе ну это вот латы вот подогреет и латы конкретное а так холодно тоже хорошо можно вот так что кофе ну скажем так для меня самое лучшее это эспрессо и стакан холодной воды и еще я очень люблю картада картада это крепкий эспрессо с добавлением горячего молока но немного немного так чтобы они как бы дополняли друг друга вот тогда кофе получает такой скажем так своеобразный могучий мое мнение своеобразный могучие такое как бы подъем и тебя вот как-то обволакивает вот такой кофе я тоже извиняюсь там у меня эти ушастики вывоюют вот это я кофе люблю это просто вот что-то вот берешь оно тебя как-то обволакивает вот это вот именно вот небольшое количество молока которое вот правильно сделано и эспрессо правильно заварено это все это но это второй вариант который я бы с удовольствием пила и пью при наличии но вернее я бы хотела сказать что я кофе очень люблю но мое скажем так здоровье не позволяет мне его пить много и поэтому я пришла к такому выводу что достаточно одной чашки прекрасного кофе в день это для меня просто вот как вот а еще я люблю немножко экспериментировать с кофе и не знаю многие меня спрашивали как ты пьешь кофе с клубникой это одно из лучших вариантов одно из вот как для мамы это кофе с лимоном а для меня кофе с клубникой но дает такую своеобразную легкую едва уловимую кислинку плюс вот этот аромат клубники который вот такой он очень тонкий они все вместе сходятся кофе и клубника свежая клубника и просто какая а свежая клубник и она вот дает такое вот именно это сказочно это это как это это состояние когда ты хочешь вот понаслаждаться это такое вот как бы это это уже третий вид кофе который я люблю вообще я люблю экспериментировать с кофе я люблю холодный кофе я люблю горячий кофе я люблю использовать добавлять в кофе какие-то разные совершенно сумасшедшие эти самые я могу добавить добавить туда немножко вишневого варенья или вишневого сиропа и он тоже дает какой-то такой своеобразный флор вишневый а в общем прекрасно с апельсином да 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 но это тоже своеобразный такой вкус это надо попробовать и или полюбить или не полюбить но он тоже дает такой это надо попробовать но это как это знаете это такой как для меня это такой как бы это сказать это зимний вкус кофе апельсин или только мандаринки сладкой сладкой желательно сладкой и вот это сам и вот когда ты вроде как и пьешь кофе и чувствуешь легкий это аромат и как кусочек того же мандарина попадает тебе в рот она пса то есть это какая-то абсолютная феерия вкуса я извращенка но я очень люблю вот всякие эксперименты с какие-то с какими-то дополнительными вещами и кофе вот поэтому как бы кофе это просто вот кофе такая вещь которая вот почему-то у меня она ассоциируется с тем что вот я сейчас его выпью вот это наслаждение вот это какое-то как бы это сказать такая своеобразная эйфория что вот вот я бежала бежала куда-то что-то делала дело и тут я себе раз и позволила пять минут счастья вот пять минут счастья это вот чашка хорошего кофе ты его выпил ты посмаковал вот эта горечь которая приносит кто-то любит сахаром кто любит без сахара у меня 50 до 50 я могу сахаром но сахара добавляю буквально чуть-чуть или чего-то сладкого чуть-чуть тогда кофе немножко меняется оттенки это тоже немножко другое ну то есть все зависит от того насколько ты в каком-то настроении в каком-то вот что тебе хочется вот ты выпила черного кофе побежала дальше а вот картада его надо его надо смаковать она тебя обволакивает она какое-то такое она достаточно она это крепкий кофе это такой знаете мощный кофе но кофе с молоком я тоже иногда пью мне тоже иногда хочется именно кофе с молоком но тогда это все равно немножко другой вкус это не заваренное молоко это не заваренные эти сливки которые вот они что-то в них тоже пробуждается такое кофе и в общем картада это это прям какая-то другая планета вот так что я так думаю что вы абсолютно поняли что я очень люблю кофе и я люблю его смаковать и даже с небольшим кусочком черного шоколада можно даже льдинку кинуть туда и это уже тоже что-то какое-то другое в общем и а вот сочетание кстати эспрессо крепкий он такой как как я называю его можно он настолько крепкий что его можно реже резать ножницами и вот эспрессо я пью с небольшим количеством сахара и оно тогда абсолютно меняет свой какой-то вкус он такой становится как вот как ядро вот такое знаете на которого прилетела тебе в голову и его идеально изумительно запивать холодным холодной водой я не знаю почему это так работает то ли потому что горячий насыщенный кофе и вот такой он очень крепкий который вот просто вот въедается как нефть в тебя и когда ты берешь глоток холодной воды это все смывается и ты понимаешь ой что это было и и новый глоток кофе чтобы попробовать вот это изменение которое какое-то просто вот сумасшествие во рту и вода которая все это смывает и новая волна кофе и новая волна воды ой люди добрые короче и и тут остапа понесло сейчас я тут буду майки вам рассказывать как там говорится а любите ли вы кофе так как люблю его я я не знаю любите вы его или нет но я вам желаю однажды в жизни выпить великолепный кофе великолепно сделано великолепно заварены и тогда вы поймете любите ли вы кофе или нет в общем кофейная часть на этом заканчивается а чай я думаю будет чуть попозже потому что мне надо приготовиться и я думаю это и не это и